В январе следователи страны отмечают свой профессиональный праздник – День образования Следственного комитета. Оглядываясь на прошедший год, чем могут похвастать владимирские следователи, какие у них планы на будущее и что уже успело случиться в первые дни января, об этом поговорим со старшим помощником руководителя регионального следственного комитета Ириной Мининой. Сегодня она гость студии 6 канала. Ирина Александровна, здравствуйте. Ирина Александровна, судя по информации Следственного комитета, начало января и конец декабря буквально захлестнула Владимирскую область смерть новорожденных. Я информировала общественность о нескольких случаях смертей новорожденных детей, которые произошли во Владимирской области. Каждая из них отличается обстоятельствами, квалификацией действий тех, кто это совершил. И каждая из них представляет из себя индивидуальную трагедию. Смерть по неосторожности или преднамеренно? Вот один случай, который произошел в Кольчугино. Это случилось буквально в последние дни уходящего года, 29 декабря 2018 года. Там следователь квалифицировал действия обвиняемой мамы ребенка как убийство малолетнего. Это очень тяжелое преступление, особо тяжкое, с квалифицирующим признаком, за которое предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы, вплоть до пожизненного. Елена Александровна, три смерти несовершеннолетних меньше, чем за месяц. Не считает ли в Следственном комитете вот такую вот печальную статистику неким звонком, что что-то надо предпринимать в работе либо с исполнительной, либо с законодательной властью? Однозначно, Алексей. Вот просто однозначно. Потому что после возбуждения уголовного дела об убийстве шестимесячной девочки. И сегодня я делала информацию по Гусь-Хрустальному району, где шестимесячный ребенок был оставлен без медицинской помощи. Вообще родители абсолютно абсурдно действовали и отказались от помощи медиков, вообще даже и наблюдения, и контроля за состоянием здоровья новорожденного. Конечно, в первую очередь реакция какая наступает, она естественная, она изнутри просто уже нет терпения. Это сразу созваниваемся с уполномоченными органами с тем, чтобы сесть за стол переговоров. Вот по убийству малолетнего ребенка сразу мы провели предварительные консультации с директором департамента социальной защиты населения Любовь Евгеньевна Кокошкиной. И с уполномоченным по правам ребенка. А с учетом всех случаев, где мама в Муроме придавила неосторожно прикормление ребеночка, положила его себе под бочок, и убийство, и причинение смерти по неосторожности, все это для нас тревожные сигналы к тому, что где-то разрываются звенья между системой профилактики и семьями, требующими повышенного внимания. Если пройтись по небольшим итогам 2018 года, так или иначе некоторые чиновники засветились, так сказать, в Следственном комитете. Вот если пойдем по фамилиям, вкратце, как обстоят сейчас дела у тех или иных личностей. Бывший руководитель налоговой службы 33 региона Сергей Кошелев, которого в январе по подозрению во взятке в особо в крупном размере, был задержан и находился под следствием. Да, завершено следствие, дальше идут процедуры, в соответствии с которым должно состояться утверждение обвинительного заключения, но это уже решение прокуратуры Владимирской области и в дальнейшем судебное разбирательство. Бывший вице-губернатор по строительству Дмитрий Хвостов по итогам получил 11 лет решения свободы. И крупный штраф. Следователь удовлетворил данное решение сюда? Ну, вы знаете, да. Мы думаем, что это адекватно содеянному и это очень строгое наказание. Еще одна чиновница Елена Мазанько, бывший заместитель губернатора по земельным и имущественным отношениям, которая прославилась на весь регион истории с Золотыми Ёршиками. В отношении нее расследование тоже, по-моему, уже несколько лет идет? Ну, не несколько лет возбуждали по Хвостову в 16-м году, по Мазанько в конце 17-го, если мне не изменяет память. То есть, расследование ведет центральный аппарат Следственного комитета, но наши сотрудники, наши следователи также входят в состав следственной группы. Там близится расследование к завершению. Это достоверная информация. Экс-руководитель муниципального предприятия «Комбинат Тепличный» Виктор Шляков, насколько помню, дело передано в суд. Дело в судебном рассмотрении, да, но идет в текущем режиме. И последний персонаж. Экс-руководитель региональной Росгвардии Алфея Мокшина тоже попала под подозрение следователя в 18-м году. Вот с ней как сейчас? Рассчитываем в ближайшие дни начать с ней процедуру ознакомления с материалами уголовного дела. Ну, это означает, что расследование уголовного дела завершено. Есть статья 217 Уголовного парциального кодекса Российской Федерации, когда фигурант имеет право ознакомиться с каждым листочком уголовного дела, написать свои ходатайства по уголовному делу, о проведении каких-то действий или еще какие-то жалобы подать. Ну, в принципе, следствие завершено. По выполнению этой статьи 217 УПК, дальше процедура передачи дела прокурору и в суд. И последний вопрос, Ирина Александровна, что касается предстоящего праздника, День Следственного комитета, с каким настроением региональные следователи подходят, какие проблемы их сейчас обеспокоят? Нам предстоит смена руководства. Это вот немножко, как бы, мы понимаем, что у нас есть достижения, есть какие-то неудачи, но вот этот момент, он для нас немножко вот навевает грусть. Ты когда должна пройти? Ну, 15 января, как раз в день нашего профессионального праздника, в наш день рождения, Александр Васильевич, у него как раз завершается отпуск, в котором он сейчас находится, и после этого он уйдет в отставку. То есть должны будут представлять нового руководителя? Если говорить о результатах 2018 года, более 5000 сообщений рассмотрены нашими следователями. Более 1100 уголовных дел возбуждено по различным категориям. С этого года добавили следователей, то есть за счет сокращения аппаратных единиц произошло увеличение в пользу сообщества следователей. То есть их теперь у нас будет 85, а не 74, как было. Ну и в завершение мне, конечно, хотелось бы поздравить сотрудников Следственного комитета с наступающим праздником, с днем рождения нашего ведомства. Пожелать и терпения, и выносливости, здоровья, и оптимизма одновременно. А самое главное быть бескомпромиссными и достигать тех результатов, и решать те задачи, которые ставят перед нами председатель Следственного комитета и президент страны. Спасибо большое, Ирина Александровна, за интересную беседу. А я напомню о будних следователей и о том, какие преступления приходится раскрывать. Мы говорили со старшим помощником руководителя регионального следкома Ириной Мининой. На этом все. Всего доброго. До встречи.